14 сентября. Классная работа и тема нашего сегодняшнего урока. Народные песни. Типы народных сказок. Дела у меня замечательные, спасибо. Но, пожалуйста, не отвлекаемся, а записываем тему. Да, ребятки? Так, народные песни. Типы народных сказок. Значит, мы с вами, ребята, продолжаем изучать фольклор, а именно устное народное творчество, автором которого является народ, как вы знаете, да? И сегодня мы поговорим с вами о народных песнях, а также коснемся темы типы народных сказок. Так, пожалуйста, записали. Кто не записал, дописываем. Всем я скажу о целях нашего сегодняшнего урока. Цели урока. Актуализировать знания учащихся по теме, устное народное творчество, рассказать о типах народных сказок, познакомить с народными песнями, в которых отразились не только общечеловеческие ценности, но и самобытность народа. Вот. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Вот смотрите, эпиграфом к сегодняшнему уроку я взяла слова Ярослава Евдокимова. Это записывать не нужно, просто прочитаем вместе. Я вырос на белорусских и украинских народных песнях. Народная песня – это часть нашей судьбы. Это любовь к тому месту, где мы родились. Это уважение к своим предкам. Потому что именно предки нам передают вот эти народные песни, которые исполняются из поколения в поколение. То есть есть такие песни, у которых есть автор, автор музыки, автор стихотворения, ну, стихов. Вот. А здесь это именно народные песни, которые сочинил и придумал народ. Так. Ну что ж. А вот теперь возьмите свои ручки и запишите то, что выделено красным. Песня – это поэтическое произведение, предназначенное для пения. То есть это произведение, ну, именно то произведение, которое поется. Запишите, пожалуйста. Песня – это поэтическое произведение, предназначенное для пения. Записываем только это. Вы пока записывайте, я буду дальше рассказывать. В народном исполнении любые тексты распеваются, даже исторические сказания. На распев читают эпос, героические поэмы. Но песня отличается особой музыкальностью. Она крепко связана с мелодией, с присущим только ей мотивом. Но если вы, когда вы слышите песню, вы всегда ее можете отличить от другой. А почему? Потому что у каждой песни свой особый мотив. То есть она поется по-особому. Хорошо. Песни пронизывают всю жизнь народа. Вот это тоже, пожалуйста, запишите предложение. То есть, посмотрите, человек, он живет и постоянно он сталкивается с песнями. Значит, песня пронизывает всю жизнь народа. Это вы записываете, я пока рассказываю дальше. Во время повседневных занятий люди распевают трудовые и лирические песни. Ну, лирические песни, вы знаете, это песни о любви. Их названия подскажут, когда они исполнялись. Застольная. Это вот когда праздник, эти песни поют за столом. Дорожная. Песни, которые поют в дороге. Ну, колыбельные песни. Те, которые пели вам ваши мамы, когда вы были маленькими. Да, чтобы вы скорее уснули и вам приснились хорошие сны. Календарные праздники сопровождались такими песнями, как «Калятки», «Веснянки», «Песни за клички». Во время важных семейных событий исполнялись обрядовые песни. Свадебные причитания. Вот нарядят невесту в красивое белое платье, посадят, а ее подруги, родственники, да, они начинают петь свадебные песни, да. Те, которые, ну, как бы традиционно пелись во время свадьбы, да. Величание. То есть те песни, которые возвеличивают человека, его качество. Но также были и похороны и плачи. Это грустные песни, да, когда прощаются с человеком. То есть песни бывают абсолютно разного содержания. И в зависимости от ситуации они исполняются. В кыргызском фольклоре также существуют особенные песенные жанры. Это, например, «Арман». Это песня жалоба. То есть когда человеку плохо, да, или его кто-то обидел, он на что-то жалуется. Ну, вот в данном случае на судьбу. Вот. «Кордо» – песня проклятия. То есть как это понять проклятие? Вот человека кто-то обидел, и он проклинает того, кто его обидел. «Бота» – песня благословения. То есть наоборот. Ребята, всё. Я всё вижу. В середине урока вы здороваетесь. Ну, ребята, вы даёте. «Кошок», песня плач и другие. Автора у народных песен нет. Запомните ещё раз, да? А исполнителями, хранителями народных песен были «ырчи». «Ирчи» – вот слово, обратите внимание. Люди, как монашчи. Они их очень почитали в народе. И из их среды в девятнадцатом веке выдвинулись акыны-импровизаторы. Мастера, которые не только хранили, развивали, но и создавали свои собственные произведения на основе народных текстов. То есть здесь вот, смотрите, слова, которые вы должны запомнить. «Ирчи» – это такие же люди, как монашчи. То есть они пели песни, рассказывали, читали стихотворения и так далее. И акыны-импровизатор. Это вот то, что касается кыргызского фольклора. Ребята, то, что писать, я говорю писать. На каком языке вам сказать, чтобы вы поняли? Так, ну вот теперь мы коснёмся калядок. Что же такое калядки? Вот то, что красным, пожалуйста, запишите. Калядки – это обрядовые песни, которые поют святочные дни. В том числе и в ночь перед Рождеством. То есть, смотрите, сразу вспоминается Рождество, да? Новый год, зима, пушистый блестящий снег. Вот это всё вспоминается. Пожалуйста, записываем. Я вам рассказываю. Обычно молодёжь и дети объединяются в небольшие группы. Они ходят по домам, поздравляют хозяев с праздником, восхваляют Христа и желают здоровья, счастья, богатства, хорошего урожая. В руках калядующие держат красочную вифлеемскую звезду. Вот видите, у них в руках звезда вот на картинке. Или макет вертепа. Вертепа – это пещера. То есть, то место, где родился Христос. А также мешки для сбора даров. То есть, они похвалят хозяев, скажут что-то хорошее. Им туда печенье, конфетки бросают, ещё что-то. То есть, калядование, калядки. Ну, смотрите, обратите внимание, это обрядовые песни. То есть, эти песни связаны определённым обрядом. То есть, то, что люди ходят и поют. И вот давайте прочитаем одну из таких каляд. Каляда, каляда, кто не даст пирога, мы корову за рога. Кто не даст пышки, мы тому в лоб шишки. Кто не даст пятачок, тому шею на бочок. Пришла каляда накануне Рождества. Дайте коровку масляну головку. «А дай Бог тому, кто в этом дому Ему рож густа, рож ужимиста, Ему с колосу осьмина, И зерна ему коврига, И с полузерна пирог Наделил бы вас Господь и житьём, и бытиём, и богатством, И создай вам, Господи, ещё лучше того». То есть, смотрите, здесь как бы идёт очень интересно, да, вот эти калядующие дети или молодёжь. Так, ребята, те, кто пишут, я уже сегодня расскажу классным руководителям. Вы не понимаете. Причём это в основном А и В классы. Так, Сукоров, всё поняла. Так, ребята, смотрите. То есть, они хвалят и за это им что-то дают, да? Вот, давайте теперь мы прочитаем кыргызскую народную песню «Заклинание». Иду, шагаю по полю, по бороздам, Иду, шагаю по полю, по бороздам, Раскидываю семена по сторонам, Налево, направо, вокруг, Ложите зёрна в тёплую пашню, как в пух. Это горстка к детям-сиротам, Это горстка к старикам, больным и калекам, Это о голодавшем засуху в соседних краях, Это горстка заезжим купцам, певцам и бродягам, А это пригоршня для мышей, Для птиц, для муравьёв, для всякой твари земной, А это для тебя, для него, для меня, Для семьи, для детей. Пусть поможет мне в деле Баба-Дейкан, Покровитель полей. То есть вот это Баба-Дейкан, это какое-то мифическое существо, Которое помогает для того, чтобы вырос хороший урожай, да? Чтобы этот урожай поливался дождями. А остальное всё сделаю сам, А реки широкие прорублю, Вдоволь поля водой напою, Не дам сорнякам зарастить мой посев, Не дам проходимцам урожай воровать, Буду сам охранять. Пусть каждое зёрнышко Тысячу зёрен даст из горсти моей, Да поможет мне в этом деле Баба-Дейкан, Покровитель полей. Вот такая вот песня заклинания. Это именно заклинается то, Чтобы был хороший урожай, Да, чтобы всем хватило зерна, Для того, чтобы потом испечь хлеб, Не было голода. Да, вот мы сейчас с вами поговорили о народных песнях. Конечно, ребята, о них можно говорить очень много. Песни бывают разные. Ну вот сегодня мы как раз коснулись колядок и прочитали кирвизскую песню заклинаний. Да. А теперь мы перейдём плавно к следующей теме. Вот мы поговорим о сказках, А именно о типах сказок. Знаете, ребята, конечно, вы все в детстве любили слушать сказки. И у вас у каждого, я уверена, Была своя любимая сказка. Да? Вот. Так какие же типы сказок бывают? Об этом мы сейчас с вами и поговорим. А вот послушайте, что сказал Ханс-Христиан Андерсон о сказках. Сказка – это то золото, что блестит огоньком в детских глазках. Да. Винни-Пух. Какие ещё сказки? Золушка, принцесса на горошине и так далее. Да? Вот. А сегодня мы поговорим именно о народных сказках. Да. Какие же бывают типы народных сказок? Запишите вот этот подзаголовок. Типы народных сказок. Типы народных сказок. Вот. Больше пока ничего не пишите. И мы с вами начнем. Вы уже знаете, что народные сказки бывают разных типов. Мы рассмотрим сказки о животных, волшебные и бытовые. То есть, смотрите, вы записали типы народных сказок. Теперь ставьте однёрочку и пишите. Сказки о животных. Записывайте. Сказки о животных. Это первая у вас будет. По цифрой 2 – волшебные сказки. И по цифрой 3 – бытовые сказки. То есть, смотрите, ребят, и запомните. Выделяю три типа сказок. Сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. То есть, вы просто это записываете. Да. Давайте посмотрим, чем же они отличаются и что у них общего. Самые ранние – это сказки о животных. То есть, они самые первые появились. Здесь свой круг постоянных героев. Животные, которые разговаривают и ведут себя как люди. В русских сказках лиса всегда хитрая. Волк глупый и жадный, а заяц трусливый. Вы даже знаете, трусишка, зайка сень. А вот в сказках индейцев наоборот. Глупого лиса постоянно обманывает смелый и сообразительный кролик. То есть, у каждого народа, ребята, по-разному. И вот, смотрите, это иллюстрации. Лиса и журавль. Помните, как они друг к другу в гости ходили? Конечно, вы помните, да. А это лиса и волк. Как он засунул свой хвост в прорубь, и он у него отмёрз и отвалился. А лиса ему говорила, «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Да, вот это, ребята, сказки о животных. Так, хорошо. Волшебные сказки. Волшебные, видите, тут само слово говорит за себя. То есть, здесь есть какое-то волшебство. Волшебные сказки возникли в глубокой древности. Они произошли от мифов и эпических сказаний. Как и богатыри, герои волшебных сказок чем-то отличаются от остальных людей. Они обязательно отправляются в далёкие путешествия, проходят трудные испытания, сталкиваются со зловредными чудовищами. Им также помогают чудесные помощники. Кони, рыбы, деревья, джины и так далее. И, конечно, там есть волшебные предметы. Скатерть-самобранка. Постелил скатерть-самобранку, а там уже угощение. О, ешь не хочу. Какая-то чудесная обувь. Например, сапоги-скороходы. Да, волшебный корабль, который умеет летать. И молодильный яблок. Вот человеку 50 съел он молодильное яблочко и ему 20. Представляете, красота. Были бы у нас такие. Да. Герои сказок хотят жениться, раздобыть необычную вещь, выжить, разбогатеть, вернуться домой. А вот вымысла, фантазии, волшебных сказок больше всего. То есть, именно в волшебных сказок больше всего фантазии, вымысла. Чудеса в таких сказках происходят на каждом шагу, потому что весь мир сказки чудесный, фантастический и совсем не такой, как наш. Об этом нам сразу сообщается в Зачине. Ребята, Зачин – это начало сказки. То есть, то, с чего начинается. И любая сказка, да, особенно русская народная, волшебная сказка, начинается со слов. А в некотором царстве, в некотором государстве. И начинается повествование. Да, рассказ о чем-то. Так, вот, смотрите, такие вот иллюстрации. Как раз-таки вот молодильные яблоки, да. Аленушка, наверное, подается царевичу, Ивану Царевичу. А вот прекрасная девушка зима, я так думаю. И вот смотрите, когда вы читаете сказки, вы всегда можете пофантазировать, да. Что-то, ну, придумать свое. Вообще сказки, это, конечно, они родом из детства. То, что связывает нас с нашими родителями, когда они нам их читали, да. И вот когда вы слышите сказку, вы, конечно, вспоминаете, что, допустим, вам ее читала мама или бабушка. Хорошо. И третье. Бытовые сказки. Они самые молодые. То есть, они появились более, ну, позднее, так скажем, моложе остальных. В них нет волшебства. И речь идет о жизни реальных людей. То есть, мы почему говорим бытовые? О купце, например, ловком солдате или хитром хадже, дыхканине или о бедном мужике. Бытовые сказки самые веселые. Ребята успокоились. Сатирические. Чаще всего в них высмеиваются такие пороки, как жадность, глупость, хвастовство. А вот здесь, смотрите, очень интересная фраза. Отличительная черта всех народных сказок – это сказочные устойчивые выражения, формулы. Это всех сказок. Одни и те же фразы повторяются в разных сказках. Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попал. Слышали того? Слышали. И стали они жить, поживать и добра наживать. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А есть постоянные эпитеты. Лес всегда дремучий, молодец всегда добрый, трава шелковая, луга зеленый. А вот здесь тоже вы согласитесь со мной. Во многих сказках действует закон троичности. Троичность. То есть цифра три. В семье три брата или три сестры. Герой трижды наносит удар по врагу. У змея три головы. Или число кратное трём. То есть все важные события случаются три раза. Герой получает три задания. То есть цифра три вам всё время встречается в сказках. Народные сказки прошли долгий путь. Народ оттачивал форму и содержание каждой из них, пока сказка не становилась совершенной. Значит, во всех сказках заложен многовековой опыт народа. Мудрость и послание новому поколению. То есть весь народный опыт. И вот тоже знакомые сказки. Каша из топора, помните, да? Гуси-лебеди. Да, где они в печке прятали. И самая известная сказка. Репка. Посадил дед репку. Теперь быстро записываем домашнее задание. Фотографируем или записываем. Значит, читать страницы 32-35. Ответить на вопросы 1-2 на странице 33 письменно. Ребята, читать сказку «Мудрая девушка». Она у вас в учебнике. Это «Крыгызская народная сказка». Ребята, спасибо.